Друзья, всем привет! Сегодня с вами рассмотрим несколько полезных приспособлений, которые пришли мне из Китая. Ну а что это за приспособления, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот такой небольшой обзорчик сегодня получился на приспособление, которое я заказывал с Китая Ссылочки на весь товар я оставлю внизу под описанием Что касается кондукторов Вот этот кондуктор Он подойдет для тех, кому, к примеру, нужно в месяц 2-3 самореза закрутить Он будет самое то Если вы выполняете намного больше операций То есть часто работаете с косым шурупом То лучше использовать вот такой кондуктор То есть вы сами видели, мы зажали щит, просверлили Опять зажали, просверлили И операция выполняется намного быстрее Что касается вот этой приспособы Не обязательно использовать минификс Можно, к примеру, соединять два щита Сверлить под шканты То есть мы выставили ширину материала И сверлим У нас все шканты будут ровно посередине А чтобы соединить, попасть шканты в отверстие Используем вот такие колки Еще называют их центра Также они продаются вот такими комплектами Под различные диаметры сверел То есть очень удобно Саморезы я покупал в магазине Толк Директ От компании Юник Тул То есть намного дешевле, чем покупать оригинальные Что касается струбцины Да, она удобная Но опять же, чтобы действительно быстро работать Нужно две такие Допустим, мы делаем ящик мебельный И нам нужно соединить четыре доски Удобнее по углам зажать Таким вот способом и соединить Тогда операция будет выполняться намного быстрее На этом будем заканчивать Также напишите, интересно вам такая тематика или нет Потому что у меня еще есть несколько инструментов Приспособлений, которые я заказывал в Китае Интересно вам будет, неинтересно Напишите обязательно в комментариях Ну а мы на этом будем прощаться Кому понравилось, ставьте лайк Подписывайтесь на канал Всем пока, до новых встреч